здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня 26 апреля 2021 года хочу вам показать еще раз улицу кожевническую а также шлюзовую и обводной канал очень много информации остается за кадром когда мы проводим свои прогулки по допотопной москве но появляется много новой информации которые надо осмыслить которые противоречат официальная история появляются новые нестыковки они проявляются нестыковки официальной истории вот и кожевническая улица каждый раз открывает по чуть-чуть свои тайны это улица умирающая спешите смотреть остатки старой москвы которые руинируют специально я полагаю уничтожая настоящую древнюю архитектуру якобы как под присмотром ях якобы архнадзора на самом деле все руинируется все просто распадается особняк за особняком который еще недавно действовали них работали люди и естественно когда дом живой когда в нем находятся люди то они его латают они его энергетикой подпитывают и дома стоят как только дом становится пустой то есть сначала выселяют организации людей и главное убрать крышу туда вода затекает и все и дому хана в общем-то таким образом происходит а потом это потом это все просто учили убирается и возводится очередной шедевр из стекла и бетона коробка очередная как везде собственно говоря будут с кожевниками происходит то же самое вся улица кожевники сама она стоит сплошь на старинных палатах великолепными сводчатыми потолками подобными палатами в которых долгое время жил журнал знаний сила и недавно его выкинули из палат каменных здание пустует очень тревожный сигнал неужели здесь поднимется рука на единственные сохранившиеся палаты тогда те кто эту руку поднимает есть не просто варвары а самый настоящий шариковый генно модифицированные без роду без племени запрещаю я человек живая женщина дочь бога живого запрещаю руинировать палаты палаты я их уже показывал это был мытный двор отмытие денег по нашему по-современному сегодня это жаргонный смысл а при ване грозном это таможня была а что здесь сделала таможня а здесь в общем-то мост а мост он был и раньше древний мост был потом он был заново отстроен 1911 году до сих пор стоит а вот мытарня могла быть у шлюз поэтому и набережная шлюзовая и канал обводной есть а на другой стороне моста водоканал и раскопки которые я тоже недавно показывала которые упираются идут прямо под уровень реки но поскольку уровень реки с некоторых пор по всей видимости с конца 18 века поднялся везде уровень воды поднялся уровень мирового океана где-то на 7 метров и в москве он тоже поднялся то этот водоотводной канал или шлюзы они наверное были затоплены и так полагаю и да здесь были шлюзы это абсолютная правда когда я предполагала что здесь шлюзы я не думала потом когда я думаю что это просто мое предположение но это мое предположение подтвердилось как это очень часто бывает потому что действительно шлюзы здесь были и они были убраны после того когда был построен канал москва-волга в этом году сейчас попробую войти посмотрим что там вот такие шикарные шикарное здание как след у нас тут круглый от чего-то остался новоспасский мост но по всей видимости мост здесь был и раньше потому что здесь вообще-то еще и вот они раскопки вижу потому что здесь был мост он шел сюда к этому оврагу и через эту реку вот с этой стороны я не видела ой они туда идут эти стены вот-вот под этими штуками железными там арки все это дело еще выгоды туда вот здесь у нас арочные проемы а там у нас прям уровень реки вот он прям рядом река значит уровень реки был ниже и вот здесь с этой стороны тоже кирпичная стена видна и там что-то здесь это вообще уму непостижима что же здесь было-то никакой информация ведь они знают где копать а значит значит знают ведь знают но скрывают вот такой это был свод видно что он опломан разломан и перекрыт и перекрыт возможно здесь что-то было может быть мост через реку на этом уровне потому что уровень реки однозначно выше он бы здесь все затопил значит река была ниже метров на десять точно общий уровень потому что здесь может быть какой-то канала вот он наискосок идет вот это помещение разломанный свод раскрытый свод скажем так и вот падать подо мной где сейчас нахожусь находятся арки вот такой этот водоканал вот такая здесь интересная история у нас получилось так что все подтверждается шлюзы здесь были соответственно водоотводной канал он здесь мог быть и ранее то есть при иване грозным в том числе еще одна еще одна официальная справка в том что водоотводной канал которому 4 километра на самом деле вот он как бы строился там вопрос даже сразу по ресурсам встает этому водоотводному каналу он проходил по старому руслу реки что не пришлось ломать здание менять планировку при ним понимаете то есть здесь было старое русло реки а нам говорят что этот водоотводной канал строила екатерина потому что здесь кругом было болото здесь нагайцы здесь свои стога типа после этих коней каких-то тут разводили и вот из-за этого что здесь было болото чтобы осушить часть москвы и построили водоотводной канал понимаете как совершенно две противоположные информации и одна говорит о том что здесь был город и здесь было старое русло реки что не пришлось менять здание все здание это стояли палаты стояли здесь давно с времен ивана грозного это официальная информация и тут же другая официальная информация что здесь типа были вот торги на гость может быть они здесь когда-то и были потому что кожевническая улица а может быть все было совсем не так и может быть не в таком количестве вообще все могло быть не так потому что это очень старый район и вообще эти места известны уже появляются с 12 века поэтому я не знаю каких полях и болотах здесь или лугах здесь шла речь и скорее всего уже давным-давно все было застроено на этой кожевнической улице но вот еще я не знаю строила ли екатерина в москве что-либо я лишь сталкиваюсь с тем что она постоянно что-то разрушала и постоянно воевала то есть при ней были постоянные войны об этой невеликой даме и о пугачеве вот будет моя своя версия которой нет у других меня будет своя версия это будет отдельный фильм и связан он будет с другой улице мясницкой а по поводу обводного канала информация такая что денег на его постройку не хватало как и на матищинский водопровод который также приписывает постройку которого приписывают екатерине второй но он был достроен при александре первом потому что при екатерине денег не хватало еще бы она кремль разрушала на царица на разрушила она воевала с крымом крым там захватывала на херсонес бомбил она от каю побомбила я показывал эти фильмы на своем канале это все скрыто да только когда начинаешь доставать вот как бы из рукава что называется вот эти кузыри когда начинаешь сопоставлять ребята что происходило вообще какая-то была столица скифия но там вот побывала екатерина которая типа присоединяла крым я вообще не знаю что она там делала похоже она то тут очень много чего натворила поэтому ее на назначили великое на говорю о ней будет отдельный фильм об этой невеликой об этой захватчицы самый настоящий восхищаются ей только монархисты но монархисты это та категория людей которые это паразиты которые непременно хотят вернуть вот они цокуют вот языком им хочется вернуть эти усадьбы им хочется туда влезть им хочется жить вот в этих платьях муаровых в балах сплошных праздностей в такой вот слушать чайковского или какой-то моцарта классическую музыку а чтобы кто-то на них работал бесконечно обслуживал вот этот класс паразитов чтобы кто-то стирал эти платья муаровые гладил их кто-то стирал пыль с их бесконечных статуэток с их подоконников натирал паркетные полы вот что ему хочется этим ребятам монархистам и вот почему они страдают как они хотят вернуть это все но это вот определенная категория людей которые в общем то были есть и наверно будут как и другие категории людей вот это бесконечная какая-то классовая борьба но в общем то как было так и продолжается здесь важно чтобы народ сам в общем то не не подставил свою голову в очередную петлю в очередную ловушку за за завалами ах как было хорошо при добрых царях но я вам хочу показать виды старых улиц кожевническую в одного канала я снимал его в разное время и последних объектов старинных которых может лишиться от них скоро ничего не останется потому что есть объекты которые на шлюзовые набережные которые уже в общем то идут под снос это было завод и общежитие нам как-то удалось туда вечером попасть к сожалению съемки были очень темные мало что удалось заснять но жаль просто вот ощущение того что жаль все это уходит хотя это еще такое крепко еще можно было все сохранить использовать на благо людей да но нет нет кому то очень хочется снести эти дома и такой кусочек на берегу реки отстроить опять очередной шедевр и говорю стекла и бетона к очередную коробку поставить но это не их город это не их история поэтому общем то им ничего не жаль но я запрещаю я призываю всех русских людей провозглашать свою волю вслух запрещать им разрушать объекты культуры древние наше здание оставшиеся палаты древние разрушать запрещаю либо как память культурой из шлюзовая набережная разноугольный дом никакой информации вы знаете а вот еще тоже какой думаете дело в том что когда они вот так дома закрывают нигде в интернете уже практически нет информации об этом доме он заброшен да тоже что-то как жалко завод был да а что за завод был а еще скажите пожалуйста книги печатали книги печатать типографии а вот и не завод а вот и пристройка пошла из другого вида кирпича вот такой же в саде и дальше уже пристроены к дому то есть это был просто дом а там там уже пристроена вот как жалко вот девочки мы успели застать с вами старую архитектуру есть разные нам разные встречались охранники и значит это тоже снесут они это все снесут до залезть бы туда в этот дом пока его ничего залезть бы туда говорю эту иногда надо просто попросить вселенную мечты сбываются ой посвятите да хорошо это всегда вон бетонка ой туда вниз как идет а сюда можно посвятить и что там было подвал подвал был ой как жалко это швеллера здесь укрепляют ухты а здесь не видит он меня к сожалению а можно посвятить а вот эти дома вот это можно посвятить это все сносится да не блин девочка не снимает не до вова вот так а так если близко давайте давай вот ближе ну ближе уже получше вот наверх вот так вот ага отлично вот сюда вниз тоже вот он закопыш прям идет вот 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 а мы туда пойдемте ну да вот он другой уровень жалко что фонарь не взяла эх эх да вот отлично отлично да многогранная башня из которой выходит труба что такое за башня красный кирпич и здесь типа посмотрите как она здесь уложена по другому кирпичу ложен она многогранная равносторонняя шестью раз два шести по моему раз два три шестивого шестисторонняя и труба из нее выходит потому что туда уже били труба уже позднее для чего она была эта башня она тоже может быть была каким-то техническим средством а вот туда давай посвятить ух ты как тут интерес тоже да и туда вниз идет подвал ему берет берет ним уже какая-то а вот туда я вас снимаю очень интересное зрелище получается с фонариками не снимаем а там не он не берет ничего не видно а девочки мать а это труба на она была какая-то круглая эта труба так но перекрытие то были современные уже а стен это старые она все перестроена да да но это уже пристройка да это уже пристройка к этому зданию но его да вон трещина какая пошла конечно не его под снос ой как жалко но это да ну это да холодная осенняя вода надо же думать вот они гранитные столбы и все как в петербурге в петербурге выборге литье точно такой же выборге точно такие же ограждения такой розовый гранит вот тот самый обводной канал который проходит по старому руслу реки конечно уровень воды поднялся но тем не менее вот это старый обводной канал считается того самого времени его называют екатерининским который не строила екатерина потому что по тем же официальным версиям у него просто не был на это средств потому что она постоянно воевала с одной только турции у нее шла война пять лет что такое война это бесконечные расходы но с другой стороны кому война кому мать родная у екатерины насколько я вижу только были разрушения якобы она построила большое государство большую империю но при ней укрепилось рабовладение в общении у меня есть очень много информации в отдельных источниках а на сегодня пока все надеюсь вам было интересно познавательно и я привлекла ваше внимание к это интереснейшему интереснейшему месту Москвы как обводной канал и Коженническая улица и шлюзовая набережная смотрите пока там остались еще эти дома их скоро снесут на них уже давно давно навострились давно уже раскрыли пасти текут слюнки у капиталистов они хотят угрохать последние вот эти старинную постройку допотопные дома благодарю за внимание подписывайтесь на канал с вами была Галина Конышева до свидания всех вам благ на камерах до свидания до свидания до свидания до свидания